МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Лицом к городу. Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами Рязани и обсуждаем самые актуальные городские вопросы и проблемы. Наш сегодняшний собеседник, заместитель главы администрации Юрий Бабушкин. Юрий Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня предлагаю поговорить о теме ремонта дорог. Достаточно необычное явление увидели рязанцы для февраля, когда в феврале на городских улицах появились ремонтные бригады, которые начали заниматься ямочным ремонтом дорог. С чем это связано и насколько это правильно, учитывая то, что бытует мнение, что в феврале качественно провести ремонт асфальтового покрытия невозможно? На самом деле связано это с тем, что достаточно нетипичные погодные условия в текущем году, сами знаете, то есть практически весь январь у нас, или точнее первая половина января у нас была достаточно теплая, потом аномально холодные периоды. Ну и последующие колебания с переходом через ноль, в общем-то, дали свои плоды в части ухудшения качества дорожного покрытия, то есть потому что лед, когда застывает, практически разрывает асфальт. Ну и в настоящий момент на дорожных, на дорогах города появились достаточно значительные ямы. В связи с чем, планируем в ближайшее время навести порядок в этой сфере. Применяем технологию ледового асфальта, в общем-то, достаточно уже апробированная технология, работаем ей не первый год, зарекомендовала себя достаточно хорошо. Специальные установки имеются в дирекции благоустройства города, которые приготовляют эту смесь, и которая в последующем заливается в подготовленные уже ямы, тем самым закрывая те проблемные моменты, которые образовались. То есть эта технология, насколько я понимаю, позволяет класть асфальт в небольших количествах, даже в минусовую температуру. Да, именно вот в минусовую температуру. Это основная технология, которая применяется у нас в Рязани. Планируем в текущем году попробовать именно вот в зимний период новую технологию, связанную с холодным асфальтом. То есть это, ну, по сути дела, тот же самый асфальт, только в гранулах, который в холодном виде засыпается в ямы и после этого утрамбовывается, либо закатывается. Собственно говоря, сколько городских улиц сейчас планируется в течение февраля, может быть, первой половины марта ямочно отремонтировать, и как осуществляется этот подбор? Это пожелания жителей, это какой-то внутренний мониторинг администрации города, проезжих частей, где требуются сейчас, что называется, такие срочные меры? Мониторинг мы, конечно, проводим самостоятельно, большей частью, потому что постоянно и дирекция благоустройства находится на проезжей части города, и руководство города регулярно выезжает с осмотром состояния, все эти замечания аккумулируются. В настоящий момент мы планируем на 15 улицах провести ямочный ремонт. Если будут какие-то пожелания со стороны жителей, то есть, конечно, мы проведем обследование и, естественно, проведем после этого ремонт, если будет такая необходимость. То есть, вот эти 15 улиц, они, что называется, это такая вот не некая такая священная корова, список может добавляться и варьироваться в зависимости от обстановки. То есть, это те первоочередные моменты, которые мы обозначили и будем их делать. Естественно, на них останавливаться не будем. Юрий Владимирович, сейчас хотелось бы немножко отойти в сторону ямочного ремонта дорог и поговорить о, скажем так, перспективах вообще улучшения дорожной сети Рязани и в части, скажем так, качественного полотна и в части, наверное, в первую очередь более удобных выстраиваний схем проезда. В начале года вы заявляли о том, что в городе появится, ну, по сути, дублер одной из центральных улиц, улицы Есенина, дублер в виде улицы Колхозной, изменится схема движения на этом перекрестке, это поможет разгрузить транспортные потоки. Как обстоят дела, реально ли все это сделать в этом году? Да, это все реально, то есть, на это заложены средства в бюджете, в настоящий момент проводится конкурс на определение строительной компании, которая будет все это дело производить. Улица Спортивная планируется у нас в ремонт провести с расширением и вот то, что сказали дублер улицы Есенина через улицу Колхозная, также все в силе. Планируем также по улице Есенина мы отменить поворот налево на улицу Полевую с разворотом, далее в районе перекрестка с улицей Маяковского, то есть вот этот вот комплекс мы рассчитываем о том, что он значительно данный узел у нас разгрузит, ну и надеемся, что для жителей это будет благо. Ну, на самом деле, я видел достаточно бурное обсуждение вот этой инициативы городских властей в интернете и, в общем-то, скажем так, большинство считает, что это действительно позитивная мера, которая способна изменить к лучшему напряженное движение, напряженный, скажем так, трафик в центре нашего города, мнение людей как-то вот при формировании этой инициативы, оно учитывалось? Ну, учитывается мнение и при вот данной ситуации, и другие моменты, то есть, ну, в частности, вот совсем недавно мы на основе мнений блогеров, можно сказать, которые свои мнения в интернете высказывают, изменили режим движения на перекрестке улицы Восковольтной и улицы Весенней, то есть, отменив левый поворот и организовав разворот чуть дальше по улице Восковольтной. Посмотрим, как это будет работать в реальных условиях. Может быть, какие-то еще мнения будут, то есть, готовы их рассматривать в случае, скажем так, положительного решения или в ходе обсуждений такое сложится, готовы будем применить их на дорожной сети. Ну, и опять же, в интернете, готовясь к эфиру, обнаружу, что люди, ну, по сути, благодарят городские власти за установку светофора на улице Советской Армии. Достаточно аварийный участок, где гибли люди, где сбивали пешеходов, а сейчас там появился новый светофор. Ну, на самом деле, это, по сути, как бы необходимостью дорожного движения было вызвано, то есть, было принято решение об установке светофорного объекта для перехода пешеходов. Участок, да, на самом деле, достаточно проблемный, много на нем наблюдалось аварий. Будем надеяться, что этот участок, скажем так, будет менее травматичный для пешеходов. Еще одна тема, которая, так или иначе, сопряжена с дорогами и с пешеходами, это пешеходный мост через реку Павловка, то есть, между участок дороги, между метро и торговым центром Премьер, где достаточно большой поток, этот мост еще в прошлом году губернатор Олег Иванович Ковалев поручил сделать, сейчас, опять же, прошло заявление, что он будет сделан, действительно будет? Да, мы планируем, что в течение летнего строительного сезона этот мост будет построен, то есть, в настоящий момент у нас также проводится конкурс на определение победителей на строительство этого моста, и с началом, скажем так, весеннего строительного сезона строители зайдут. Надеемся, что до конца лета мост ведется в работу. Павлович, поговорили мы о ямочном ремонте, но, тем не менее, будет неправильно не спросить, ямочный ремонт ямочным ремонтом, он нужен, он необходим, и все такое, и прочее, но, а вот капитальный ремонт, капитальный ремонт дорог в Рязани, планируется ли он в этом году и насколько объемный он предстоит? Капитальный ремонт, конечно, планируется, начнется, опять же, вот, с приходом благоприятных погодных условий, то есть, я думаю, что конец апреля, начало мая, это уже сезон начнется, в настоящий момент ведутся разработки проектной документации на этот капитальный ремонт. Улиц достаточно много, сейчас окончательный список этих улиц в стадии формирования, я думаю, что чуть позже мы можем, его будем для вас и для всех жителей обозначить. Достаточно много, в общем-то, в целом по городу улиц, которые уйдут в капитальный ремонт в текущем году. Ну что же, я благодарю вас, спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию, действительно, такую необычную для февраля тему, как дорожный ремонт, мы поговорили, но коль погода позволяет, рязанские дорожники вышли на объекты и работают. Юрий Бабушкин, заместитель главы администрации города Рязани, был гостем программы «Лицом к городу». До встречи через неделю.